Слушайте, это круто, что мы продолжаем предлагать вам крутые подарки на Новый год не только любимым, близким и знакомым, но и себе. Причем сейчас мы поговорим про подарки, которые идеально подойдут и для коллег, и для друзей, да? Абсолютно для всех они подойдут, это абсолютно универсальные подарки. А я хочу, кстати, еще представить вам потрясающего нашего эксперта, причем, знаете, не просто эксперт, а человек, который является одним из, собственно говоря, самых важных собственников, Михаил Орешин. Орешин, да, собственно, компания была сделана не из-за фамилии, так просто вышло. Как-то так идеально совпало. Ну, вот и хорошо пошло. Слушай, круто. Вы вдвоем, да? Мы вдвоем, да. Сегодня будут вопросы, кстати, розыгрыши будут. Это самое главное, что вот щедрый Михаил пришел не просто представить вам свои наборы, причем здесь же, я так понимаю, наборы, да? Мы их потом вскроем. Конечно, там, причем все разные. Класс! Ну и плюс ко всему, решил, что почему бы не порадовать зрителей? Что дарить будем? Конечно, всем подарки дарить будем. Орешки, сухофрукты, красиво оформленные. Все подарочки разные, мы их откроем, покажем, сами попробуем, передадим вам наслаждение от этих орешков. Ну, подарки рандомно потом будут для наших зрителей, да? Да, конечно, мы отправим. Все. Так что, друзья, сюрпризом будет. Будьте внимательны, будьте активны. И я предлагаю сразу начинать, потому что, знаешь, я посмотрела перед стримом. Цены очень крутые, наборы большие есть, наборы средние, маленькие. Вы выбирайте и не забывайте, что стрим на озон это всегда выгодно. Поэтому для вас сегодня царь миндаль. Царь миндаль. Это не то, чтобы я называю так Мишу, это просто так называется сам бренд, да? Сам бренд, все верно. Вот, поэтому будут подарки, будет активность и для вас скидки. Давай сразу начнем с каких-либо наборов, потому что хочется уже посмотреть, как это выглядит вживую. Давай, Любой, какая коробка тебе больше нравится из этих всех почти одинаковых? Отлично. Слепой рандом. Отлично. Открываем. Слушай, ну упаковки уже такие крутые, праздничные. Упаковки праздничные, крафтовые, да, минимализм и подходят, опять же, как и для детей, для бабушек, для сестров, для мам. Дети, бабушки. Поэтому мы открываем и видим здесь в наборе 8 самых популярных видов орехов, да, здесь у нас есть. Макадамия, макадамия шикарно. Давай тогда сразу откроем и попробуем ее. Сразу? А там есть ключик? Конечно, в каждой упаковочке есть ключик, чтобы можно было открыть. Прикиньте, и не придется искать. А еще я, кстати, люблю вот этот. Кешью. Это кешью. И вот этот люблю, это бразильский, да? Это бразильский орех. Короче, и фисташки люблю, и вот это люблю. Это миндаль. Ну ладно, и вот это. А пикант ты пробовала? Кого? Пикант. Ну, получается, я все люблю. А это маме оставлю для булочек. Отлично. Так, ты знаешь, как открывать? Я знаю, как открывать. Отлично. Покажи пока нашим зрителям, а я открою новые орешки, чтобы все мы могли попробовать. Вот пикант. Во-первых, если вы никогда не пробовали, обязательно попробуйте этот орех, потому что он невероятно вкусный. Такой сливочный, мягкий вкус. Ой, а я все неправильно делаю. Хоба. Смотрите, как классно. Хочу тебя угощу. Ой, спасибо большое. Ты же не знаешь, какие твои орехи на вкус. Я наелся орешков, но никогда не прощу. Есть еще. Держи пикант, который ты никогда не пробовала. А это не грецкий обычный орех? Нет, это не грецкий, он намного слаще. Хм, реально другой какой-то. Да, еще дико вкусно, если взять его подогреть в духовке буквально на 10 минут, он обретает все ароматы. Это прям очень круто. Но моя любовь все равно принадлежит... Макадамия. Как будто сливочный крем такой, знаешь, твердый. Да. Да. Они сами по себе десертные орехи, но на производстве они высушиваются с ароматом ванили, то есть с ручками ванили. И поэтому у них такой есть определенный сладкий привкус. Вообще круто, ребят. Смотрите, вот вы сейчас чуть-чуть нам завидуете. Многие пишут, вкусняха, круто, вкусно хрустит. А вы параллельно можете такой же набор себе или кому-то из любимых и близких приобретать. Причем, ты знаешь, мне очень нравится относительно того, что... Как вам идея эта пришла в голову? Слушай, на самом деле мы начали заниматься просто продуктами. Мы решили начать с орехов и сухофруктов, так как они не требуют особых условий хранения. И потом это все вытекло именно в подарочную историю. Как бы придумали, упаковали и очень оказалось востребованным. Так как и продукт сам качественный, и цены мы ставим хорошие, чтобы было доступно для всех. И такой полезный бокс получается, да? Полезный абсолютно. Это универсальный, опять же, подарок. Не тот, который останется где-то пылиться на полке или который передарит. Давай, может, уже что-нибудь разыграем, а то мы сидим и хрустим орешками. А я так и планировала, а ты что думала? А никто еще ничего не получил бесплатного. Бесплатно что-то раздавать, а вот и нет, друзья, придется. Давайте как-нибудь поставим, чтобы это красиво было видно. Давай, поможем открытое. Потому что красота такая не должна пропадать. Эти маленькие мы еще с тобой вскроем, да? Хорошо. Поэтому давай его пока на первый план уберем. И давай так. С чем у тебя ассоциируется радость? Ой. Радость с чем у нее ассоциируется? Что для тебя радость? Радость всегда ассоциируется с праздником. С праздником, да? Каждый праздник — это радость. Давай тогда первые... Давай у нас будут сколько? Один-два победителя. Давай два победителя. Да, сразу? Конечно. Окей, я из тебя веревки буду видеть. Здесь сколько угодно. Раз, ты такой щедрый. Смотрите, давайте первые... Нет, не первые. На усмотрение представителей бренда, да, напишите, что для вас радость. Я предлагаю вот такое задание дать, да? Отлично. Давай сделаем так. Для Миши это Новый год. Для меня радость — это что? 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 Я не знаю, что для меня радость. А пусть будет шопинг. Все равно от меня ничего умного не планировало, никто услышит. Поэтому смотрите, напишите свои варианты, и два победителя на усмотрение представителей бренда получат классные наборы. Наборы вы получите рандомно, да? Да. Вот. Ну, а мы давай с тобой вскроем следующую коробочку. Прошлую выбирала я. Да, теперь я что-нибудь выберу. Так, ну что, давай перейдем к сладенькому. Воу. Круто. А сладенькое — это что там? Слушай, сладенькое у нас, да, есть сухофрукты, цукаты. Сейчас такой... Вот такой набор. Очень красивые. Да, здесь у нас... Это что? Папайя, кумквата, ананас, кубики, манго, вишня вяленая и сушеные ананасы. Что ты хочешь? Я вот обожаю кумкват. Мало, на самом деле, кто пробовал. Ну давай попробуем. Всем советую, он безумно вкусный. Это маленькие сушеные апельсинки. Давай. В сахарной пудре. Держи. Это апельсинки, да? Это, ну, кумкват, да, вид фрукта. Хочешь? А почему ты не ешь? Я пока ехал из Питера, съел четыре подарочных набора. Ты серьезно? Да, я же... Попробую, значит, кумкват. Бежонно вкусный. Реально, все пробуйте. Хочешь, Вов? Давайте все. Мы сегодня всех кормим. Давай. Бери. Опа. Так. А то что вы тут? Нечестно? Зрители выиграть могут... Ой, слушайте, я в кадре увидела. У меня прям... Такой хомяк. Целые щеки. Брундук. Ну а что, вкусно. Ничего скрывать. У нас, на самом деле, очень много сейчас уже вариантов ответа, но представители бренда уже определили. У нас есть победители? Слушайте внимательно. Надо слушать внимательно, потому что победители должны написать адрес. Я жую. Адрес электронной почты, чтобы подарок дошел до вас быстрее. В общем, первый победитель Ксения Д. Знаешь, какое у меня... Какая радость? Определение радости, да. Очень интересно услышать. Похоже с твоей. Это праздник с родными. Это круто. Ух ты. Ксения Д. Напишите, пожалуйста, адрес электронной почты. И следующий вариант. Антонина А. Радость – это вкусно поесть. Это правда. Особенно орешка. Вы тоже напишите адрес электронной почты, но радость оказывается гораздо ближе, чем мы думали. Если поесть, пожалуйста, круто. А, кстати, праздник с родными и близкими. Тоже вот так вот раскрыть упаковочку вечером за чайпитием. Конечно. Чайпити. Вот какое вспомнила. Слушай, круто. Что вскрываем в следующем? Теперь твой выбор. Давай твой. Давай что-нибудь из маленького. Давай твой. Просто дай коробку, которую вскрыть. Ага. Все. Вскрываем. Вскрываем. Слушай, а может быть, давай я следующее тогда дам задание для конкурса. Давай. А какое у нас следующее задание для конкурса? Так. Ого. Друзья, будьте внимательны. Теперь на скорости. Первые кто, причем двое, напишет название любимого ореха. Я не знаю, как ваши представители, ребята отбранят, сейчас будут это определять, потому что у нас очень быстрые зрители. Вот. Антонина молодец написала. Ксения Де написала. Все молодцы. Вот. Теперь следующий победитель будет определён достаточно быстро. А мы какой бокс скрыли? А мы скрыли подарочный набор номер пять. Здесь девять видов разных орехов. Да, он немножко меньше, чем десятый набор, который мы сначала скрывали. Ну, естественно, немножко побюджетнее. Но также ассортимент здесь достаточно большой. А здесь получается отличие. Здесь кедровые орешки. Здесь есть кедровые орешки. Здесь есть ещё в кунжуте с мёдом. В сахаре. Да. То есть такой, он более разнообразный немножко. Да. И тут нет макадамии. Макадамии здесь нету. И фисташки в бразильске. Вот, три отличия. Поэтому вы выбирайте сами. Какой хочешь попробовать? Слушай, давай мы... Знаешь вкусы? Мы орешки уже пробовали все. Давай сейчас перейдём к чему-нибудь другому подарку. А тут есть ещё что? Конечно. Я думала, тут везде орехи. Нет, здесь есть везде орехи, но ещё не все мы попробовали. Конечно, не все. О, давай опять мы будем миксовать с сухофруктами. Очень вкусный набор. Называется... Так и называется сухофруктик. 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 Круто. Ребят, посмотрите, пожалуйста, я сейчас быстренько вас отвлеку. И чтобы вы просто быстро для себя поняли. Нажимайте на 11 товаров и посмотрите, какие крутые цены для вас набора сегодня. Со скидкой и стоимость. Обратите внимание, вы можете сразу купить несколько. И если внезапно приехали родственники из Кучугу. Или, например, внезапно приехали родители. Или вы пошли на работу, на корпоратив. Нужно что-то боссу подарить. Это очень крутые подарки для всех абсолютно. Вот ты знаешь, реально можно подарить коллеге, а можно подарить любимому человеку. Вы такие молодцы. Можно как дополнение к основному подарку, как комплимент. Можно в гости с этим прийти. Да. Это что такое? Смотри, здесь у нас есть манго сушеный вьетнамский, натуральный. Ананас сушеный тайский, тоже натуральный. И клюква вяленая. Что будем есть? Клюква бомба. Давай клюкву. Я тоже клюкву еще, кстати, не пробовала такую. Ананас. А как так получается? Смотрите, у вас в сушеном виде очень круто выглядит. Они форму сохраняют. Потому что часто, например, если брать на развес или в упаковках, то очень часто они такие разрушенные, сломанные. Это цукаты ананаса. Что это значит? Разрушенные. А это сушеный ананас. А что такое цукаты ананаса? Цукаты, это они вываренные в сахаре. Нет, ты не понял. Вот я такие же тоже видела. Они очень часто не могут сохранить форму. А у вас так все аккуратненько выложено, и они не разрушены. Это ручная фасовка. Да? Наши фасовщицы волшебно делают здесь красоту. Какие молодцы. Клюкву пробуем? Пробуем. Причем, смотрите, на каждом пакетике указан, когда произведено. Поэтому и срок годности тоже вы сможете. Если вдруг коробку выбросили, то вы всегда на каждом пакетике отдельно можете посмотреть срок годности продукта. Это круто. Давай оправдывать. Держи. А ты? Я к голодным отсюда точно не уйду. Ой, она кисленькая. Вот это круто. Мне это даже больше всего понравилось. Да. Очень вкусно. Я люблю кисленькая. Мега популярная. Популярная. Слушайте, круто. Так, а есть победитель. Ух ты. Первая Аня С. Анечка, вот такая молодец. Удачи часто на вашей стороне. Напишите, пожалуйста, адрес электронной почты. У нас совпадает вкус насчет орехов с Аней. Какой мой любимый орех? Макадамия. Молодец. Да. Аня молодец. И Лилия. Лилия Т. Тоже напишите адрес электронной почты. У Лилии знаешь, какой любимый орех? Какой? Как ты думаешь? Кешью. Миндаль. Царь миндаль. Раунд. Да, царь миндаль. В общем, Лилия и Аня, вы большие молодцы, напишите адрес электронной почты. Давай так. Раз у нас с тобой сегодня такой, знаешь, вот покер прям ореховый, мы вскрываем и едим, и подарки даришь, давай сразу дадим следующее задание. Давай, а давай знаешь, какое задание дадим? Давай сразу разыграем наш самый большой подарок в коробке. Это что нужно сделать? Это 30-й набор. Станцевать? Здесь около 30 наименований. А какое задание? Давай сложное какое-то. Задание? Конечно. Давайте. Будет у нас задание стихотворения. Давай. Господи, не будет этого подарка. Все, это мой набор. Скажи, круто. Обалдеть. Давайте придумаем слоган для нашей компании, да, вчетверостишья. А самый лучший мы выберем и подарим им именно этот набор. Это должно быть моим. Кокос. Кокос. Все. Мое сердце разбито. Кокос. Это же очень вкусно. А это что такое? Это изюм в шоколаде, здесь чернослив в шоколаде, клубника в шоколаде, клюква, вишня, манго, инжир, банановые чипсы, помело тоже очень вкусное. Это инжир? Да. Он такой сладкий, да? Да, очень сладкий. Круто. И мягкий. А это что? Это арахис в кокосовом сиропе. И макадами, девчонки, ребята. Это обалдеть. Слушайте, вот такой набор дарить кому-то родителям, близким друзьям, это правда невероятно круто. Давай что-нибудь откроем. Пожалуйста, что ты хочешь, выбирай все, что угодно. Кокос, ты хотел очень кокос попробовать? Повтори еще раз. Ты хотел очень кокос попробовать? Нет, до этого повтори. Выбирай все, что хочешь. О, класс, а не фраза. Да, кокос. Так, мы его открытым оставим? Давай открытым оставим. Давай, давай здесь поставим, пусть будет. Потому что кусту в саду надо, чтобы все видели. Правильно? Да. И давай, собственно, разыграем его уже под конец нашего стрима, выберем лучшего участника. Потому что им нужно немножко времени, чтобы написать, проявить фантазию. А мы дальше пойдем открывать наши наборы. У нас уже тут целая гора получается, конечно, хочу. Слушайте, это так вкусно. Кокос сушеный, если бы не пробовали. Это просто. Мне кажется, знаешь, вот у меня в машине в бардачке. Пару пакетиков всегда каких-нибудь лежит. Орешки, кокосик. Это очень круто. Слушай, они, кстати, очень удобные, чтобы брать с собой, как раз-таки положить бардачок, положить на рабочий стол перед компьютером. Сумочку закинуть. Да, да, и по чуть-чуть, по чуть-чуть жевать их. Это очень вкусно. Так, что следующее? Так, смотри. У нас есть еще такой набор с чаем. Как раз-таки для чаепития. Тут еще чай, да? Чаек? Это чай? Это чай. А что за чай? Это чай ганпаудер. Есть также чай таежный сбор. У нас четыре вида чая, которые мы кладем. Из зеленого, да? Да, да. Скрученный в виде горошин? Да. Можно посмотреть? Слушай, ну, давай, откроем. Ну, я хочу посмотреть, как-то вы видите, просто как-то скрученные горошины. Вон, то есть, широкий лист, здесь не совсем горошины. А, но они такие, да, целиком? Нет, они скрученные. Да, 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 я вижу. Прям листочки сразу. Да, здесь листы скрученные, не совсем горошек, но в то же время они раскрываются полноценными листами. В чайнике очень красиво, кстати, выглядит. Огонь. Это круто. Слушай, а у нас задание вот на тему стихотворения — это на кону большой бокс. Да? Да. А может быть, небольшой еще? Давай небольшой разыграем. Потому что там очень много стихов пишут. Это в конце стрима будет, пока выбирайте. Да, пока выбирайте. А так сказал Миша. Вот. А сейчас разыграем тогда небольшой боксик. Знаете за что? Ты говорил про то, что есть сладкие боксы, а сладости бывают разные. Я предлагаю написать, какая любимая ваша сладость. Неважно, пирожные или, допустим, сухофрукты. Если сухофрукт, то какой, то что, да? И тогда вот как раз-таки тоже давай двое, да? Давай двое. Двое. Всем даем. Определяют представители бренда. Сегодня вот здесь вот в рамках розыгрыша на всю у нас зоркий взгляд представители бренда. И они мониторят каждое ваше сообщение. Поэтому небольшие два бокса разыграем сейчас за вашу любимую сладость. Вот. Это круто. Я, честно говоря, понимаю, что это же много не съешь. Много не съешь. Этого еще надолго хватит. Потому что я попробовала там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. И я уже все. В принципе, ты можешь говорить, а я немножко отдохну. А если говорить относительно бренда Царь Миндаль, да? Да. То откуда вы? В Санкт-Петербург. Из Питера? Из Питера. И производство там? И производство у нас в Питере. Классно. А как давно вы появились? Слушай, ну вот три года. С момента зарождения идеи, да, три года. Слышно? На маркетплейсах два года мы. У вас хороший результат? Ну, достаточно плохо. Мне всегда как-то очень приятно, когда мы говорим здесь, даже во время стрима в студии, или просто я в жизни встречаю, да, бренды, или ребят, которые говорят какой-то идеи, именно вот молодые, амбициозные, в России что-то придумали, и топят за это. Это всегда очень круто, поэтому вы большие молодцы. Спасибо. На самом деле, я скажу так, у нас не так много времени. Сколько у нас осталось? 11 минут. Хорошо. У нас сегодня быстрый, стремительный такой, знаете, черный плащ, а не стрим, поэтому сейчас идет мониторинг относительно двух победителей за самую любимую сладость, и уже у вас решили, кто будет победителем большого бокса, потому что понравился уже один вариант. Уже есть? Да. Хочу послушать. Дмитрий Ж. Напишите адрес... Адрес? Адрес электронной почты. Ну, потому что я уже сегодня заговариваюсь. Напишите адрес электронной почты, потому что ваше стихотворение самое крутое, по мнению представителей бренда. Царь миндаль. Всем вкусом правит, чудеса он вам подарит. Витамины там для всех. Чай, все фрукты и орех. Скажите, круто! Браво! Этот большой бокс ваш? Нет, мы уже поели здесь немного. Да, этот останется нам, а вам закрытый. Вот, бокс рядом со мной будет. Дмитрий, я за себя не ручаюсь, но я постараюсь его сохранить в таком нетронутом виде. Хотя мало ли. Ну, вот. Напишите адрес электронной почты. Еще двое победителей сейчас у нас за самую классную сладость будут объявлены. А мы идем пока дальше. Это все боксы, они все отличаются между собой, да? Конечно. Давай еще вот один откроем. Ага. А у нас еще, кстати, уже двоих определили. Еще у нас есть счастливчики. Да. Вот это скорость раздачи подарков. Ты знаешь, что тебе нельзя, вам нельзя быть такими щедрыми и добрыми. Мы не можем быть ни щедрыми и ни добрыми. А вот у меня вопрос. Мы же дарим радость. Ну, у меня вопрос, на который не могут ответить. Был запрос на сладость. Знаешь, что твои ребята решили? Что? Что побеждает Ольга Че с ответом, знаешь, каким? Каким? Фисташки. Фисташки? Сладость. Хорошо не колбаса. Вот реально. Ольга Че, напишите адрес электронной почты. И следующий Татьяна Т. Ананас. Не обзывайтесь. Это сладость. Ребята, вы какие-то ппшники. Ананас, сладость? Я бы написала пирожное, там, Наполеон. А ты не пробовала? Нет, давай ты попробуешь ананас и поймешь, насколько он сладок. Нет, ну просто серьезно. Фисташки, ананас. Что за зожники вокруг? Татьяна Т. Напишите адрес электронной почты. А я же даже не откажусь. Конечно. Вот ты нисколько не посунишь, я ни разу нет не скажу. А ты? А я съел. Ты не ел. Оставишь чуть-чуть. Нет, ну это пандемия. Ты че? Давай тоже пробуй. Безумно вкусно. Это круто, правда? Очень сладкий. Очень вкусно. А как он сохраняет? Причем здесь сахара нету. Внутренний вкус ананаса. Потому что он сушится. Есть, опять же, цукаты, которые вымачиваются в сахаре. У них остается весь сахар, почти никакого ананаса. А здесь он высушивается. Это так вкусно, когда ты прожевываешь, сначала кажется сладко. А потом ты начинаешь ощущать прям четкий вкус ананаса. И даже серединку, знаете, она такая волокнистая. Это так необычно. Ты сегодня открываешь мне мир. Вот серьезно, очень интересные вкусы. И нестандартные. Ребята, пожалуйста, будьте внимательны. Во время стрима самые крутые цены. И тут вопрос. Клюква в сахарной пудре или просто? Клюква просто. А мы ее, кстати, ели. Клюква сушеная, да. Очень круто. И без всякой пудры, да? Да, кумква в сахарной пудре. А мы тоже его пробовали. Да, да, да. А, Татьяна Т., которая написала, ананас сладость, напишите адрес электронной почты. А то у нас другие Танюшки уже вступаются в битву. Татьяна Т., напишите адрес электронной почты, которая указала, что сладость ее любимая, это ананас. Так, что, пойдем дальше? Пойдем дальше. Так, набор вкусняшек у нас разных еще есть. Да. Да, здесь 9 разных видов. Кумкват, ананас в йогурте, банановые чипсы, яблочные чипсы, арахис в кунжуте. И сейчас еще откроем что-нибудь. Есть у нас. Я как будто оказалась в мечте детства. Ты оказываешься в месте, где тебе вот так вот скрывают разные коробочки. Куча-куча вкусностей. Ешь сколько хочешь. Второй набор, опять же, ореховый. Да, это три самых популярных ореха. Это фундук, миндаль и кешью. Это правда три самых популярных, да, ореха? Да. А я часто замечаю, что вот если любит человек там фундук и кешью, обязательно он тоже выберет еще и миндаль. Да. Хотите? А нет, сегодня все мое. Еще у нас есть такой, скажем, бюджетненький подарочек, да, который можно подарить абсолютно всем, да, как комплимент. Здесь у нас три вида, да, сладостей. Это что? Как раз к чаю. Это в кокосовом сиропе, это в сахарной глазуре. Это я в детстве, знаешь, как это было? А это вот он, как орешки Ник-Накс, только сладкие. И в кунжуте с медом. Тоже все безумно сладко, вкусно. Слушай, ты какой волшебник. Хочешь это, хочешь что? Ребят, скидка пока действует, поэтому обращайте внимание. Я согласна даже на подъеденный набор. Знаете, Ольга? А, Мария. Мария, на подъеденный набор и здесь есть я. А вообще, да, это, конечно, круто. Это что? Ну, и миксик у нас здесь, сухофруктики и орешки. Все, и манго, ананас, кешью, миндаль. Ну, вот манго, да, сейчас особенно все подсели на манго сушеный. Очень популярно. Но на самом деле попробуйте вот эти кольца ананаса и клюква. Мне все понравилось. Я уверена, что если бы мы дальше с тобой дегустировали абсолютно все... Это яблоки. Это яблочки. Это же вообще очень вкусно. Я не могу так работать. Это невозможно. А вот это что напомню? Это ананас в йогурте. Ой! Как выбирать они будут? Пусть покупают все. А реально другого выбора нет. Потому что хочется сразу попробовать все. Или брать большой вот набор, потому что там, я так понимаю, мак... Ну, хотя тоже не все там. Большой? Нет, там все. Прям все? Да, ну, за исключением как бы... Нет там яблок сушеных. Яблок сушеных. Хорошо. Вот видишь, не все. Хорошо. Пусть напишут, чего еще там нету. И кто угадает, еще набор подарим. Серьезно? Сегодня раздаем все, что можно. Подожди. А можно я поучаствую? Так, вы поняли? Яблоки уже не считаются. Да. Напишите, чего не хватает, чем отличается этот набор. Чего там нет относительно других наборов. Какого пакетика с чем. Орех это может быть или сухофрукты. И тогда тому, кто угадает, не угадает, а тому, кто знает, достанется. Второй большой набор. Миш. Давай так и сделаем. Ты чего? Тебе сколько лет? Мне 28. Нельзя быть таким добрым и щедрым человеком. Пока молодой можно. Ты женат? Женат. А, тогда можно. Все, тогда можно. Слушай. А чего еще нет? Мне скажи. Пусть эксперты наши скажут. Я вот один только вижу. Но уже это не считается, да? Да. Ой, вам есть чем заняться. Ребята. Так, ну что? Я знаю. Нет, не знаю. Это мы оттуда достали? Да. А, тогда не знаю. Я пыталась. Напишите вы и, возможно, получите огромный, большой этот набор. Так, вау, только подключилось. Смотрите, здесь на самом деле сегодня для вас потрясающие классные скидки, потому что цены серьезно. Их нельзя ни с чем сравнить, потому что вы сегодня наборы, вот самый большой набор, маленький и вот покрупнее, средний. Вы их можете сегодня заказать со скидкой, причем в неограниченном количестве. Скидка есть на второй, третий, пятый, десятый набор перед праздником. Забирайте. Почему? Потому что классно. Идете на встречу с подружками, раз подарили, идете на ужин к родственникам, взяли с собой. А вот тут еще в каком-то наборе есть сушеный апельсин. А где апельсин? Это как декор используется. А, это как декор используется. А ты нам потом скажешь, чего не хватает в том наборе? Я же теперь спать не буду. Конечно, после того, как угадают наши. Ладно. А мы с тобой все наборы вскрыли? А что за набор «Игра в кальмара»? А, то есть это для самых отчаянных и веселых ребят? Да, у нас появилась новая линейка наборов. Вот, вот, вот сейчас можете заказать и потом устроить себе вещи в сюрпризе. Там есть правила игры. Круто! И вкусно, и интересно. Я надеюсь, это не так в сериале. Примерно так. Но исход ребята сами решают. Нормально! Слушай, круто! Я правильно поняла, что у вас все еще и наборы под какими-то номерами, да? Конечно, у всех есть свой номер, свое название. Кто-то под номером, кто-то под названием. Вот это сладость в радость, вот это набор вкусняшек, вот это набор номер 10. Вот это набор номер 11. Да, сладость в радость. А почему царь миндаль? Царь миндаль? Ну, на самом деле с моим партнером долго спорили, как назвать бренд. Он топил за изюм орехов. Изюм орехов? Да. Хотели сделать персонажа, но мне больше нравилась царь миндаль. Достаточно звучно и прикольно. Миш, ты меня запутал. Как запутал? Потому что сейчас представители бренда написали вариант, который ты сказал, что вообще ты первая указала я. Да. Это что за подстава у меня? Вообще я должна была выбрать. Мы свяжемся с представителями бренда. Артем Ша, напишите, пожалуйста, свой адрес электронной почты, потому что это же, получается, я победила. Получается так. Кушай все, что хочешь. Получается. Ладно, круто, я рада. Поздравляю Артема. Артем, напишите быстро адрес электронной почты, и тогда вы этот набор получите гораздо быстрее. Обратите внимание, что сейчас со скидкой вы можете приобретать любой набор. Безумно вкусно. Мы попробовали макадами, кокос. Я вам попробовала все, но у нас не так много времени. Да? Да. А еще приедешь? Конечно. Из Питера. Конечно. Просто быстренько забегая, снимаясь, убегая обратно. Ну, слушай, на самом деле вы большие молодцы. Очень много комплиментов вашу сторону относительно того, что создаете реально крутые наборы и вообще, в принципе, крутую продукцию. Как выяснилось, здесь очень много ваших уже людей, которые пробовали, которые уже покупали. И если обратить внимание, то вы можете почитать здесь огромное количество отзывов. Я перешла по первому попавшемуся набору. Посмотрите, 100 отзывов. На Озон отзывы всегда помогают выбирать. Плюс ко всему вы можете почитать карточки товаров. Здесь все наполнение указано, граммовка указана и так далее. И плюс ко всему вот размеры упаковки. И обращайте внимание на то, что сейчас во время стрима и час после него только будет действовать эта скидка. А дальше кто успел, тот и съел. У нас есть еще время? Нету времени. А я ничего попробовала. Ну, ничего, я приеду еще раз. Ладно. Я тебе поверю. Мы постараемся попробовать все. А я тебе поверю. Тебе спасибо огромное. Потому что это невероятно крутые боксы. Спасибо, что вы их придумали. Потому что и выглядят роскошно, и подарить не стыдно. И, конечно, это безумно вкусно. Всем спасибо. Всем победителям. Вы молодцы. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok